Для того, чтобы делать мешок для Деда Мороза, нужно придется с формой, что в этот мешок будет ложиться. Я хочу поставить в этот мешок, допустим, шампанское. То есть мне нужна форма для шампанского. Расстояние дна мешка должно быть больше, чем дно моей бутылки, с двух сторон хотя бы на пару сантиметров. Почему? Потому что мешок это самая по себе круглая, но думаю у него заложенная и квадратная, такой прямоугольная форма такой. Значит, сейчас я возьму трубочки. Три основания положу трубочки и сделаю как обычно. Сначала я доску положу, чтобы она удобнее. Овал будет очень большой, маленький овал. Дальше. Пока я не выведу вот этот прямоугольник, то есть как бы начало этого мешка, никаким рисунком я плетать не буду. Я просто, когда уже ставлю бутылку, тогда можно будет уже какой-то рисунок применить для красоты. А сейчас просто нет никакого смысла, потому что это будет почти домишко. Вот так. Надо так померить вот сейчас. Бутылку поставить, посмотрите. Пока только ровно. Ну, то есть надо как бы два сторон, вот сейчас, чтобы трубочки оказались в середине, подложить еще по одной трубочке, по одной стулочке, вот которую нужно будет оплетать. Вот сюда. И с этой стороны еще одну добавить. Вот так. Вот этого достаточно для того, чтобы вот бутылка вошла, ну, так скажем, с прибавкой даже. Так, первый ряд, как всегда, облетаем веревку. Вот я прошла по кругу два раза. Теперь перевернула чуть-чуть на другую сторону плетение. Почему? Потому что теперь нужно поднимать трубочки и переплету исправнула. И все. Начинаю. Теперь просто пока веревочкой пройду еще несколько рядов. Поднимаю трубочки вот так вертикально. Я думаю, трех-четырех рядов вполне достаточно для того, чтобы потом можно было вставить уже бутылку и начинать облетать уже бутылку. Просто веревочкой пройду три-четыре ряда. Подниму трубочки и приду три-четыре ряда. Потом включусь и покажу, что делать дальше. Так, вот я прошла еще пять рядов. Вот видите, что у меня получилось. Вот как донышко у мешка, если бы она была сложенная. Теперь мне нужно сюда вовнутрь поставить бутылку. То есть я вот так вот пригибаю. Вот сюда ставлю бутылку. Вот так. И начинаю облетать уже бутылку. Вот так только бутылку закреплю, можно будет начинать думать какой-нибудь рисунок. Чтобы это был красочный мешок, не просто амбарный. Но сначала надо немножко закрепить бутылку. Сейчас я ее закреплю. Вот в связи с тем, что вот получаются вот такие вот уголочки, как раз таки выражающие, что это мешок. И вверху, естественно, будет загнут краешек, ограничивающий мешок. Туда можно будет положить не только бутылку шампанского, можно будет положить, если нужно, детский подарок, конфеты, все что угодно. Никому какая фантазия. Мешок можно сделать тоже разной величины. Но высота его должна быть более чем половина высоты Деда Мороза. Или по меньшей мере, чтобы его руки могли достать. До мешка, чтобы он его как бы придерживал, этот мешок. Рядом с Дедом Морозом можно поставить елочку. Или закрепить ее у него на плече. Небольшую елочку можно сплести. Ну, чтобы это было как-то более новогодней. Если, допустим, нужно, чтобы это как-то касалось именно года петуха, можно на его плечо посадить и петушка тоже. Можно петушка посадить на край мешка. Это уж как у кого какая фантазия позволит. Не падай. Вот так. Сейчас я вот так вот подниму, чтобы бутылка закрепилась. И потом тогда, ну, какой-нибудь рисунок. Подумаю, какой можно использовать сюда. Ну, вот на такое расстояние, чтобы потом еще загибочку такую сделать. И включусь. Вот такой вот рисунок. Я поменяла трубочки. Вот. Более светлые на более темно-красные. Сейчас я их подклею. Я их подклеила на одну из этих стойчек. Ну, что ж такое-то не хочет никак. Ну, ладно. Я их просто вот вместе склеила и надела на одну из этих стойчек. Рисунок будет такой. Значит, ситцевый с переплетением. Значит, если у нас белые трубочки идут за стойку, то цветные трубочки переплетаются сверху, перекрещиваются. Если белые трубочки ложатся на стойку, то цветные трубочки просто уходят за стойку. Дальше. Дальше. Трубочки отгибаю. За стойку белые. Красные. Переплетаются вот таким образом. Теперь. Белые за стойку. То есть перед стойкой. Красные идут за стойку. Вот таким образом. Теперь опять. Красные отгибаем. Белые идут за стойку. Красные перекрещиваются на стойке. Теперь. Белые отгибаем. Красные за стойку идут. Белые кладут на стойку. Опять. Красные отгибаем. Белые за стойку. Красные переплетаем друг с другом, чтобы получился крестик. Вот таким образом у нас получатся вот такие вот ячейки. Ячейки. Я старлю, потому что мне надо форму придавать. Мне неудобно уже плести. Сейчас еще покажу несколько. Значит, смотрите. Чтобы у нас ячейки сдвинулись, нужно нечетное количество стоит. Поэтому я вот перед тем, как начать этот рисунок плести, я добавила еще одну стойку. Для того, чтобы получился сдвиг. Если плести на четных стойках, то каждый раз, каждая ячейка следующая будет над своей ячейкой, крестик над крестиком. А я хочу, чтобы у меня в следующем ряду были над крестиком ячейка, а над ячейкой крестик. Поэтому я сделала, вот добавила стойку одну, чтобы у меня было нечетное количество. Еще раз рассказываю. Значит, сейчас я уберу, она мне мешает пока. Значит, если у нас белая трубочка ложится на стойку, то красные идут под стойку. Если белая ложится под стойку, то красные переплетаются крестиком на этой стойке. Вот так. Дальше. Красные заводим за стойку, то есть под стойку, да. А белая ложится на стойку. Вот так. Опять разводим трубочки красные. Заводим белую за стойку. Красные переплетаем. Все, больше не буду показывать пока. Сейчас немножечко еще проплету, у меня бутылка вываливается. Очень неудобно плести. Я ее поставлю и проплету. Только, чтобы она у меня закрепилась. Ее подвязывать резинкой очень неудобно. Не за что закрепить, чтобы она не вываливалась. Вот. Потом включусь еще. Покажу, что получается, как сделать. Включусь тогда, когда буду делать уже загибку. Вот, чтобы мешок был такой с отворотом. Так, ну, вот так вот я закончила рисунок. Сейчас вот пройдусь два ряда просто веревочкой. Ну, может даже не два ряда, а ряда четыре, да. Для того, чтобы можно было уже загибать мешок. Почему, например, четыре? Если я начну сейчас загибать, оно, конечно, загнется. Но тогда рисунок не будет, наполовину закроется рисунок. Поэтому вот вокруг сейчас пройду ряды четыре. Вот, четыре ряда. А потом начну загибать сюда. И как раз он где-то закончится вот тут вот на уровне рисунка. Так, сейчас я включусь потом. Так, ну, теперь, чтобы вот загнуть этот, как его, плетение, да. Ну, вот я поверну все-таки сейчас. Потому что мне очень неудобно слева направо, справа налево. Значит, я теперь плету точно так же веревочкой, вот веревочкой, да. Но теперь все время пригибаю вот стойки, вот так вот вниз. Просто веревочкой плету, но стойки пригибаю все время вот так вот вниз. Вот все равно, как мы делаем, типа бортика, вот когда начинаем бортик делать. Вот так. Вот в таком горизонтальном состоянии можно проплести пару рядов, а потом загнуть их на ту сторону. и уже оплетать с обратной стороны только по большему кругу. Трудно только вот такой самый первый ряд может быть. Да и то я не считаю, что это трудно. Вот считать, что я уже отогнула их. Вот. Сейчас трубочки добавлю, стойки, рабочие трубочки. Вот. Вот. Отклею. Сейчас Дед Мороз мой будет уже отгрунтованный. Сохнет пока еще. Сохнет. Поэтому занимаемся мешком. Вот все. Теперь можно положить уже вот так работу. и все время разгибаем в ту сторону стойки. Здесь тоже можно было бы, конечно, взять и веревочкой из трех трубочек сделать что-нибудь такое. чтобы какие-то косички получились. Мне вот нравится такое плетение. Веревочка, причем прямая. Ну, чтобы как полотно получилось. А там уже у каждого своя фантазия. Тоже пойдет сейчас третий круг. Я уже вообще его кладу. Вот так. Начинаю. Вот в таком состоянии уже. Какая величина загибки тоже зависит от того, кто сколько желает. Можно покруче сделать. Можно не очень много. Большую загибочку такую. Я имею ввиду вот этот наклончик. Сейчас посмотрю, сколько у меня хватит стоячков. Мне нужно этим отворотом закрыть вот это все пространство до рисунка в меньшей мере. Вот так. Ух ты. Я подклеивала трубочки. Выскочила. Стоночки у меня уже кое-какие-то получились не очень ровные. Я только не поняла, почему, честно говоря. Одни длине, другие короче. Вроде как укладывала все правильно. Видите, какие короткие вот. Вот я здесь сейчас подклею их тоже. Здесь в коротенькие кусочки остались. И обрезала. Так. С каждым кругом она все больше и больше идет на поворот. Туда, наружу. Вот. И можно закончить окантовочку белую сделать в конце. Ничего, что мне придется их сделать. Потому что у меня вот заканчиваются окрашенные трубочки. Это уж как, у кого сколько фантазии хватит. Так. Ну, я думаю, что не стоит больше пока снимать. Здесь вот, как вы видите, все время с каждым кругом все больше и больше появляется заворот. Вот этот вот. Теперь уже почти вертикально стоят мои стойки. Вот если так поставить, то уже почти вертикально стоят они. Если удобно, допустим, кому-то поставить, можно и поставить. Вот. Самое главное здесь что? Во-первых, не стянуть. Чтобы форма поместилась. Вот она спокойно помещается, моя бутылка. Вот. Я сейчас пока отключусь. Вот до плиту. Посмотрю, что делать со стойками, какую загибку. Вот. Вот туда включусь. Ну, вот такой вот мешок у меня получился. Вот его можно как бы еще сильнее выгнуть. Он имеет такую способность, пожалуйста. Если нужно сильнее загнуть. Я его окантовала белыми трубочками один ряд сделала. И просто, как обычно, загнула сюда кончики, вытащила и обрезала. Вот. Теперь осталось только прогрунтовать и скрыть лаком. И можно уже ставить тогда, крепить его к Деду Морозу. Вот. Спокойно помещается бутылка шампанского. Такой вот мешок для Деда Мороза получился. Значит, смотрите, еще раз повторяю. Сдвиг этого рисунка получается с учетом того, что здесь у нас нечетное количество стойк. Если бы было четное количество стойк, то получился бы рисунок такой. Крестики были бы под крестиками, а ячейки были бы под ячейками. Немножечко совсем другой рисунок. Ну, вот мне захотелось сделать вот такой. Вот. Сейчас, когда я осталось только вот Деду Морозу сделать лицо, и все будет готово. Дед Мороз мой еще не высох. Так, ну, вот такой вот Дедушка Мороз у меня получился. Я ему открыла глазки. Вот. Теперь сделала шляпу такую. Приклеила ее прямо на голове. И вот все вот то, что я делала из белого, из белых трубочек, все это я скрыла вот перламутровой краской белой. Вот такой Дед Мороз, вот такой Дед Мороз. И вот такой вот мешок. Вот эти белые трубочки я тоже покрыла. Сделала кисточку и просто покрасила каждую ячейку белой краской. Перламутровой. Теперь, значит, мне нужно сделать бороду, городу Деду Морозу. И брови. Вот, начало я вырезала вот такую вот заготовку. Так, чтобы мне такое подложить. Пусть вот так. Вот такую вот заготовочку, которая будет вот крепиться вот так, вот под самый нос. Вот таким вот образом. Это основа, на которую я буду потом приклеивать. Вот сейчас покажу, что. Значит, вот еще раз я вырезала такую же заготовку. Даже немножко вот тут не доходя, потому что это еще только первая заготовка. И прорезала ее вот на такие вот маленькие полосочки. Все. Теперь я буду это все загибать. Вот так вот ножницами. Оторвалась, ничего страшного. Вот таким вот образом я их загнула. Чтобы получились вот такие вот кучевочки. Вот это, допустим, первый слой. Вот я его сюда сейчас приклею. Вот это будет первый слой бороды. Вот. Теперь вырезаю еще вот такую полоску. Вот, допустим, начиная отсюда и вот сюда заканчивая. Треть, вторую полоску. Вот сейчас я тут чуть-чуть прихвачу. Но сначала вырежу. Это просто обыкновенная бумага. Вот А4. Вот я сейчас две заготовочки такие еще сделаю. Вот так. Вырежу. И прорежу вот такими полосочками. Можно не очень сильно мелко, потому что тяжело накручивать. Порваться могут. Вот одну и вторую сейчас я их точно так же вот. Вот так порвалась, видите. Сильно потянула. Вот. Теперь смотрите, что получается. Вот это, допустим, будет сверху. Вот. Я ее сейчас подклеила. Так. Ух ты. Эту баночку открыла. Вот. Подклеила вот так. Вот здесь по краешку тоже пройду. Чтобы она не отслоивалась. Вот так. Сейчас поправлю все это. Вот такая оборотка получается. Потом следующую сюда подкладываю. Если вот, допустим, не входит, значит нужно что сделать. Вырезать вот здесь вот каемочку такую. Чтобы она как можно глубже ушла туда. Вот так. Видите? Вот я ее подклею. Сейчас я ее там прихвачу. Подклею. Вот никуда она не денется. Эта бумажка. Теперь следующий слой делаем. Вот здесь у меня порвалось. Сейчас я ее еще раз вырежу. Здесь уже можно поменьше. Следующий слой. Единственная проблема вот всем этом в том, что нужно обязательно вскрыть лаком аэрозуливым. Простым лаком вскрывать. Если вскрыть, то оно сразу раскрутится. Вот все, что накрутили, все раскрутится. Единственное, что можно сделать, это попробовать вскрыть лаком для волос сначала, как вот салфетку. А потом, может быть, попробовать вот так вот перламутровой краской, кисточкой аккуратно. А потом, когда уже засохнет, тогда можно уже и просто лаком вскрыть. Не знаю пока. Надо попробовать. В прошлом году, когда Дед Мороз сделал, я вскрывала аэрозуливым лаком. В чем, собственно говоря, проблема с этим лаком? В том, что он очень-очень плохо и долго пахнет. Он не акриловый, естественно. Во всяком случае, я акриловый аэрозуливым встречала. Может кто-то даже встречал и видел. Вот видите, получился еще один слой бороды. Вот сюда можно сделать еще одну вот так вот полосочку. Вот так вот еще одну полосочку, чтобы это было как бы погуще. Вот когда все это закончилось, вот теперь можно сделать, здесь вот тоже немножко подкрутить, вот саму эту основу. Чтобы она не просто так вот болталась внизу. Ну вот. 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 Вытащила. Не подклеила, потому что сейчас подклеим. Может сначала наоборот вот так вот подкрутить ее, действительно, а потом уже подклеить. Вот такой. Сейчас я тут побольше. настригу. Так. И накручу. Маленькие ножнички, наверное, надо взять, чтобы было удобней. Так. Сейчас я тут слой подклею. Вот. Вот. Ну а брови у меня получается очень маленькая голова. Вот. Потому что я ее куклу использовала, да? Вот такая вот борода. Здесь вот еще нужно сделать один слой. Вот так вот. Один слой. Или... Да. Лучше еще один такой слой сделать. Небольшой. Сейчас я вырежу его. Вот. Прям совсем такой маленький, коротенький. Так. вот таким вот образом вот так вот накручу аккуратно тихонечко чтобы только не порвать немножечко загнется и достаточно потом можно распушить чуть-чуть вот так вот так еще один слой сейчас я его маленькими ножничками распушу накручу вот посмотрите вот так все подклею сейчас вот краешек вот здесь так по краю пройду один сильно полный флакон был почти пустой наоборот надо чуть-чуть добавить сюда ну вот так вот здесь еще можно вот это все распушится вот так вот и теперь можно его вот приклеить вот сюда вот так прям вот так вот смазать хорошенечко или прямо лицо Деда Мороза или бумагу там внутри хорошенечко смазать и приклеить вот такая борода получилась вот она сейчас ну я подклею потом все просто мне неудобно сейчас вот такая вот борода получается у Деда Мороза ну и брови тоже брови можно где-то уже из ваты сделать потому что у меня вот очень маленькая такая речка получилась вот если ну сейчас вот я подставлю все это попробую вам показать что в результате получилось сейчас чуть-чуть прихвачу вот один слой бороды у меня выпал ну у меня сейчас подклею его сейчас камеру посмотрю как она у меня видно или нет можно под шапку это все подсунуть вот такой вот Дед Мороз у меня получился вот такой вот у него мешок вот здесь я еще обратите внимание сделала ему губы вклеила маленькую такую красную полосочку и сверху сделала над глазами брови из ваты вот кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до скорых встреч всего хорошего до свидания и теперь